Добрый день! Сегодня в ресторане «Московский двор» мы будем готовить свиное филе по-одесски. И честно скажу, я этот рецепт заглядела тетя Соня с привоза. Отбивать его не нужно, просто достаточно рукой немножечко так постучать, этого достаточно. Мясо у нас заготовка сделана. К этому мясу у нас идут овощи. Овощи. Синенькие, цукини, шампиньоны и помидорчик. Нарезаем такими грубыми толстыми кусочками. Кабачок тоже такими же грубыми кусочками нарезается. Шампиньоны, парочку шампиньончиков. И добавляем помидорку. Помидорка придаст всеобщий такой вкус летнего овощного блюда и настоящего одесского колорита. Добавляем на сковородку немножко растительного масла. Много масла не нужно, чтобы блюдо не было очень жирным. Все это слегка обжариваем. Сильно пережаривать не надо, овощи должны быть такие кнаки, хрустящие немножко. Чтобы все витамины остались внутри, так немножечко добавим соли, перца. Пока наши овощи доходят до кондиции, мяско берем, 3 ломтика мяска, соль. С каждой стороны немножко слегка с солью. Перчик тоже с обоих сторон. На предварительно разогретую сковородку. Буквально капельку масла, только чтобы мясо не пристало. Одну капельку. Разболтали. Мясо не должно пережариться. Самое важное для филе. Оно, в принципе, его можно сырым даже есть. Филе чуть-чуть с обеих сторон обжарить на раскаленной сковородочке. Овощи подрумянили сюда. Фактически почти что готовы. В самом конце добавим туда пару ломтиков чеснока. Потому что при термической обработке запах чеснока, конечно, уничтожается. Потом добавляем в самом конце. Это уже почти что овощи готовы. Мясо у нас с одной стороны обжарилось. Переворачиваем буквально по одной-две минутки с каждой стороны. Мясо чуть-чуть должно подрумяниться. Внутри мясо должно быть розовое. Тогда он сохраняет все свои биологические свойства. Все свои биологические качества. Остаются все витамины. Болезные вещества в мясе остаются. Ну, в принципе, наше мясо уже готово. Перекладываем в сервировочную сковородочку, в которую будет под мясо подаваться. Загретая сковородочка. Сверху украшаем все это овощами. Все это посыпаем натертым сыром. И ставим в духовой шкаф запекаться. Мясо сейчас ставим в жировой шкаф на 200 градусов на 10-15 минут. Нужно смотреть, чтобы не почернел сыр, чтобы сыр только подрумянился. Редактор субтитров А.Семкин